Здарова, бро! На связи Арзик, Эки, куратор администрации сервера Ростов на проекте Блэк Раша. В сегодняшнем видеоролике мы с вами, собственно говоря, будем отслеживать различных продавцов игровой валюты на фанпее, конкретно на нашего сервера. Будем искать тех людей, которые продают ИВ, будем искать людей, которые продают аккаунты, возможно, даже с админтой. И хочу вам заспойлерить, что одного даже типочка мы смогли поймать и наказать по всем заслугам. Всем приятного просмотра! Полетели к видосу! Подключаемся к неглубому форуму Никой Янкина 4.42. У него продается аккаунт Блэк Раша на Лайме, продается сим-карта на Ростове и услуга прохождения обзвона за других людей. И, собственно, из этого всего меня больше всего интересует именно продажа сим-карты на Ростове. Потому что этот момент может отправить данного человека в черный список проекта, а прохождение обзвона за других людей отправят в лучшем случае просто в ЧС сервера, а в худшем случае в ОЧСа. В худшем случае, понятно, для него. И поэтому наиболее выгодно копать, собственно говоря, по его сим-карте. А бы данный человек ничего не заподозрил, вполне так сказать, да, чтобы он по грамматике не определил, что я какой-нибудь там куратор администрации 29 сервера. Я решил прикинуться обычным дурачком, который готов купить сим-карту, который не знает, что за это выдается блокировка навсегда. Вот, и, собственно, пошел на такую аферу. И поэтому решил писать именно вот так вот с ошибками, большим количеством ошибок. Собственно, первое мое сообщение, здравствуйте, хочу симку купить, можем в игре встретиться. Этот человек говорит мне, мол, здравствуйте, я сейчас захожу в игру, 304 в очереди. И по этой переписке, наверное, больше кажется, что куратор администрации тут он, а не я. И, блядь, не дай бог это видео моя училка по-русскому увидит, она же меня просто убьет. Хорошо, какой у вас будет ник? Лава, Лаккордо, как зайду, напишу. Все, мужики, забудьте голос того терпила, который был обманщиком. Сейчас будет реально жесткая озвучка. Лава, Лаккордо, как зайду, напишу. Только не бульте меня после этого видео, пожалуйста. Мне было очень тяжело. Хорошо, а вы Панамеру еще хотели купить, да? И тут я как бы решил его немножечко начать раскачивать, в том плане, что, ну, не просто же мне тут у него покупать сим-карту. Но я решил немножечко побулить, поэтому я посмотрел, что, собственно говоря, данная персона писала в вип-чат. И начал просто-напросто его, ну, этими словами как-то пытаться вывести на то, что он такой, типа, а ты кто? Ты что за мной следишь? Ты что, сталкер? Вот, в общем-то, что-то в таком духе. Ну да. А зачем вы Цоя клоуном назвали? У меня такое ощущение, что вы следите за мной. Мем это такой. Не, випки просто видел. Понял, я зашел. Ну и, собственно говоря, как только он зашел в нашу любимую Блэк Рашу, я начал за ним следить. Вот, собственно говоря, вот так вот стоит наш паренечек где-то около УМВД на ППС, да? На полу, соответственно. Вот. И давайте посмотрим, как развивались события дальше. Собственно говоря, где он подает на должность лидера УМВД. Да, то есть, вот, оставил тут и Дискорд, и вообще все, что угодно. 15 лет. Зовут Слава. Каждый вечер хожу в зал, в свободное время провожу на улице. Но в основном Блэк Раша. 1 сентября иду в 9 класс. Вот, как видите, есть даже ссылочка на его аккаунт ВКонтакте, как видите, да, вот. Поэтому я решил немножечко его потроллить, якобы я вообще все о нем знаю. Ну и, собственно говоря, написал им, а вы тоже хотите на лидерку встать? Да. Ого, а может Десса звонимся? Ну тут был такой простенький байт, чтобы с ним пойти в Дискордик, чтобы еще контентика напилить. Зачем? Я тоже на лидерку хочу вам ВВД подать. Одномыслиненько, так сказать. И с симкой заодно разберемся. А то тут неудобно. Вылетись, игра может, телефон слабенький. Не, в Дискорд не пойду. Вот падла какая. Ну проще, ну извиняйте, короче, парни. Я уже даже запрос в дружбу отправил. Вам только принять. Нужна симка? Оплачивайте. И забарайте. Нет? Значит нет. Ого! У вас такая крутая Toyota Camry? Это ППС? Нет у меня Camry. У вас 5 миллионов 614 тысяч 388 денег. На что копите? А вы сейчас на Camry в Южном же? Это Пуло! Ой, точно. Перепутал. Ого! Вы такой законопослушный. 103 очка законопослушности. Ладно. В игре сейчас увидимся. Собственно говоря, я думаю, у этого человека эмоции были такие, типа, кто это? Это что, всевидящий, что ли? Я что, на админ начали нарвался? Ну вот, собственно говоря, он был уже у меня в ловушке. В моих когтях уже сидел. И был, ну, на крючке, так сказать. Вот на рыбалочку сходил на фанпей, что сделать. Телепортируем данного персонажа как себе, собственно говоря. Прошу моего вопрос. Симку продаете? Продаю. Это я писал. Я понял. Имущество за деньги продавать нельзя. Он говорит, это не имущество. Ну как это, сим-карта тоже, естественно, имущество. Помимо всего прочего, администратор нон-рп персонаж. Плэштайм, ёпта. Вы отправляетесь в бан и от ЧСП. Администратор Илья Армоник навсегда заблокировал игрока Слава Лакорда. Причина ЧСП. Ну и, наверное, единственная ошибка, которую я сделал. Это, как мы знаем, что решение относительно занесения в общий черный список проекта выносит окончательный вердикт именно главного администратора. А тут я, получается, что уже заранее, так сказать, данного человека определил в ЧСП. Хотя я еще не давал своего согласия какого-либо, да? Вот. И на этот момент единственный был, где я, так скажем, немножечко сделал ошибочку. Но я сразу же его перезабанил, так сказать, да? Чтобы выдал ему блокировку именно за продажу игровых ценностей, за внеигровую валюту. Как вы понимаете, при определении в черный список проекта необходимо, во-первых, согласовать все с главного администратора, что, в принципе, я и пошел делать. А во вторую очередь нужно этот ЧСП выдать на аккаунт ВКонтакте и, собственно говоря, оформить все красиво там по другим еще параметрам. Вот. Поэтому, как вы знаете, данный персонаж подал заявку на пост лидера ВМВД. Поэтому мы имели его ВКонтакте, имели его Дискорд, ну и, в принципе, имели всю информацию о нем, которую я, в принципе, за следующие 5 минут собрал, отправил главному администратору. И тот, в принципе, мой твердикт подтвердил, да? Вот. И согласился с тем, что данного крипа нужно заносить в общий черный список проекта. И вот, собственно говоря, мы видим скриншотик, как наш основной заместитель Матвей Пистенков, собственно говоря, через другого главного администратора выдал ему общий черный список проекта. Вот, собственно говоря, наши слова. Креусан уже находится в общей блокировочке. Поэтому, понятное дело, что теперь ему не светит никакая лидерка ВМВД. И вообще, никакие должности на этом проекте он больше не займет. Если, конечно же, не начнется, не займется обходом общего черного списка. Но, опять же, это все чревато последствиями. И без должных навыков вас очень быстро найдут, вычислят. И, естественно, весь ваш план пойдет в Тар-Тарары. Опять же, не будем забывать тот факт, то, что, когда вы входите ОЧС, фактически вы всегда находитесь на пороховой бомбе просто. Вот, в любой момент все ваши труды, через которые вы проходите постхелпера, лидера, администратора, просто могут подорваться за счет того, что какой-нибудь ардик надыбает ваш обходной ВК, и вас просто-напросто снимут с позором. После того, как данного персонажа я благополучно заблокировал, мы его оформили в ОЧСП, он начал, так скажем, пытаться жаловаться нашему главному администратору, мол, так и так, меня заблокировали просто так, я не занимался продажей виртуальной валюты, и все в таком духе. И, собственно говоря, он сразу же почистил весь фанпей, он удалил оттуда все, собственно говоря, свои товары, да, и все снял с продажи. И, по сути, если бы я ранее все это не запрапсил, то реально тогда его даже, ну, к нему даже не к чему, не за что прикопаться было бы, к сожалению. Вот, но, увы, но я опередил его на пару шагов вперед, и, собственно говоря, все это дело взял в оборот. Кто-то, возможно, скажет, мол, дружище, а зачем ты занес ЧСП человека за продажу симки, там, за 85 рублей? Это же, ну, вообще фигня, вопрос просто, ну, это же ни о чем. Но вы тоже поймите, что любое нарушение, даже самое маленькое, является нарушением. А подобного характера, с учетом того, что он собирался пойти на пост лидера, это, безусловно, довольно грубо, и за подобное нужно в обязательном порядке наказывать. А вот такое сообщение он меня сделал на форумном аккаунте через час после того, Кеву занес в ЧСП. Знаешь, сегодня ты мне испортил жизнь, а через неделю ее испортят тебе. Только богатство в игре я опять добьюсь, а ты будешь всю жизнь опущенным. Так и останешься. Хотя, если ты таким родился, ты уже наказан. Если честно, это довольно смешно слышать от его стороны, поскольку, ну, фактически я ничего плохого не сделал, я просто данного персонажа заблокировал за нарушение, и непонятно, что он тут устроил театр оперы. Ну и, собственно говоря, вот так вот мы с вами, можно сказать, спасаем экономику сервера. Да, мы начали всего лишь с какого-то маленького продавца такого, но все равно немножечко улучшили, собственно говоря, экономику симок на нашем сервере. Ну, по крайней мере, это лучше, чем дебешить всякие фуры, отлетать в бан на 10 дней, как вы понимаете. Также хочется упомянуть тот момент, что каждый день наш технический специалист блокирует около 30-50, наверное, аккаунтов за продажу, покупку игровой валюты, и это, условно, не может радовать. Вот, поэтому вот так вот я отслеживаю тоже фанпэй ежедневно, смотрю, чтобы не было никаких там продаж сильно больших, да? Вот, поэтому вот так вот мы с вами расширяемся, так сказать, с обычных там поисков, обходников и обманщиков в возрасте, до уже продавцов фактически виртуальной валюты. Для меня, можно сказать, это вообще первый опыт занесения в ОЧСП именно мной, можно сказать, да? То есть, понятно, блокировал, конечно, другой администратор основной, да? Вот, но фактически само нарушение впервые за долгие-долгие годы получилось найти именно у меня. Это, безусловно, очень круто, очень приободряет, вот, и, собственно говоря, как-то так. Ну, на этом наш видеоролик, естественно, подошел к символическому завершению. Нарушитель отправлен в ОЧСП, аккаунт заблокирован навсегда, доступ к должности закрыт. Поэтому обязательно поставьте лайк на этот видеоролик, потому что чем больше лайков, тем больше мотивации у меня делают для вас новые видосы. Обязательно порекомендуйте посмотреть данный видеоролик своим друзьям, чтобы они ни в коем случае не попались на подобную штуку, ни в коем случае не лезли на фанпей. Также, чтобы они, ну, просто получили какие-то позитивные эмоции от просмотра данного видеоролика. Обязательно подпишитесь на канал, потому что наша цель до октября добить 3000 подписчиков. И я надеюсь, что вы мне поможете в этом деле. В общем-то, всем желаю удачи, всем хорошего настроения, всем хорошей учебы, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok